Лакомые кусочки земли хитрые коммерсанты берут с совершенно благими целями. Обустроить лесную полянку, проводить экскурсии, организовать досуг. Но жажда наживы заставляет договоры нарушать. Вместо грибов после дождя в лесу начинают расти домики. Сначала небольшие и временные, потом появляются бетонные подушки. Лесное законодательство прямо запрещает у нас возведение объектов капитального строительства на землях лесного фонда. В связи с чем и возник вопрос о демонтаже строения. Андрей Концеводов уже несколько лет с такими нарушителями договоров и закона борется. Его появление в тихих уголках не сулит хозяевам ничего хорошего. Вместе с ним отправляемся в настоящий ресторан, которого в принципе не могло быть в лесу под Геленджиком. Но даже несмотря на идущий судебный процесс, бойкая торговля блюдами русской кухни здесь продолжает идти. Администратор заведения на расспросы услужливо предлагает отобедать. У нас вопрос поинтереснее. А я и куруми как водку. Ни за что не отвечаете. Ничего не знаю? Я знаю, я знаю, пожалуйста. Банкет найду, что-то могу предложить, покушать. Кто-то более похожий на руководство этой базы отдыха пошел в наступление. Решил спросить, что мы тут снимаем, но завидев государственного инспектора, ретировался. Если суд примет решение снести ресторан, то к этому зданию приедут экскаваторы и бульдозеры. Вернуть лесной поляне исходный вид. В зависимости от решения суда, арендный участок приведется в соответствие с действующим лесным законодательством. Демонтируются объекты капитального строительства на землях лесного фонда. И будет осуществляться дальнейшее целевое использование. То есть станет доступным для любых туристов, а не только тех, у кого толстый кошелек. В ноябре прошлого года губернатор края провел совещание по сохранности кубанских лесов. К работе подключилась и краевая прокуратура. Совместными усилиями за 4 месяца незаконных объектов выявили в 3 раза больше, чем за 3 предыдущих года. 219. По ним уже 54 дела в суде. Об этом говорили на совещании. Вениамин Кондратьев уверен, в отношении самозахватов должна быть принципиальная позиция. В суд заходить нужно с уверенностью, а главное – быстро. Мы облетели от Сочи до Анапы всю территорию. И, конечно же, зафиксировали. У нас есть фотоматериал, есть геолокация каждого объекта. Эти действия нам помогли что еще сделать? Мы выявили объекты на участках лесфонда, не предоставленных. Сейчас дополнительно выявляем, кто является правоводателем, кто вообще возвел эти строения сооружения. Все, что можно добавить, вы в Селыне Чутабельскому передайте, потому что, чтобы уже было объективно, неотвратимо. Не только для тех, кто там строится, что будет снесено. И не важно чины, должности и звания. Потому что лесной фонд, он принадлежит России, в целом стране. Лесной фонд, который на юге находится. И никто не может себе позволить взять то, что принадлежит всем, по большому счету, всему народу. Там себе какое-то местечко такое облюбовать и потом еще и построить. Как он захотел, так он и сделал. Не может быть. Поэтому, кто пособничал, такая же неотвратимость должна быть. Коллеги, и для всех один подход. Вот, нарушен закон, построил себе, неважно, большой, маленький капитальный дом. Либо не в рамках проекта освоения лесов, тоже понастроил даже не капитальных строений. Будь добр, снеси. Либо мы снесем. Остановить распространение самозахватов значительно помогла краевая прокуратура. Опыт взаимодействия с надзорным ведомством у краевых властей уже есть. Прокурор Краснодарского края поддерживает позицию главы региона. Сергей Табельский, как пример взаимодействия, приводит работу с обманутыми дольщиками. Рост их числа удалось прекратить. А значит, получится окончательно справиться и с теми, кто почувствовал себя хозяином леса. На сегодняшний день нужно заниматься этим ежедневно. Вот, есть у нас же опыт работы по дольщикам. Мы говорили, его нужно переносить и сюда тоже. Каждый объект держать под контролем. И должны докладывать еженедельно руководителям о том, что сделано органами исполнительного власти на этом направлении. Тогда только будет. Если, Сергей Табельский, мы упустим момент и не будем спрашивать, то это все может застрять. Системная работа и межведомственное взаимодействие значительно ускорило работу. Доводить дела до суда быстрее Министерству природных ресурсов по поручению губернатора помогает краевое БТИ. Специалисты ведомства делают первичную оценку капитальных строений. В течение дня от одного до десяти земельных участков проезжаем совместно с сотрудниками, с рабочей группой. А в последующем по каждому участку камеральная работа, так называемая, проверить на соответствие этих объектов с НИПом, с водным правилом. Это уже достаточно такая крупурезная работа. От недели до трех занимает. Это позволило обратиться уже в суды. Раньше не было доказательной базы. Это является первичной доказательной базой. Любое промедление придает уверенности захватчикам. Такая же ситуация и с включением лесных участков в границы поселений. Ради расширения под застройку, преимущественно на Черноморском побережье, жертвуют и лесами, и полями. Нарушения выявлены в 28 городах и районах края. Речь идет о тысячах гектаров ценных участков. Мы курорт. Курорт. А ведь если мы расширяем границы поселения, понятно, земля – это уже поселение. Мы, естественно, решаем вырубать, по большому счету, лес, либо делать все, чтобы, даже не вырубая, ну, начинать активную застройку. Практически лесного фонда. А отсюда дальше последствия. Надо обеспечить детскими садами, школами, поликлиниками, потому что мы превращаем вот этот небольшой поселочек в реально поселок. Но с какой целью, вот я вопрос-то задаю, коллеги, у нас достаточно много ресурса внутри даже наших хороших городов, и Геленджик, и Анапа, куда приложить должны руки наши застройщики. Ну, давайте их энергию направим на вторичный рынок, ну, не на лесной же фонд. Вот. Зачем мы кратно расширяем границы поселений? Кто-нибудь может мне объяснить? Кто на этом зарабатывает? Кто выгодополучатель? Скажите мне. Ну, явно не курорт. Не курорт Краснодарского края, и явно не Краснодарский край. Муниципалитетам, где есть пересечения границ лесного фонда с границами населенных пунктов, Вениамин Кондратьев поручил привести в порядок генпланы до осени следующего года. Давайте до 1 сентября 2021 года приведем границы поселений и генпланы в первоначальное положение. Все, коллеги, нету необходимости кратно расширять границы поселений за счет лесного фонда. Поручение я вам даю, а коллеги, в течение месяца обоснуйте тогда, какая необходимость все-таки возникла, чтобы расширить поселения, неважно какого города, за счет лесного фонда. Внутри каждого города, в том числе Приморского, можно смело говорить, и Генжик, и Новосийский, и Анапа, и Сочи, столько внутри стоит сарайчиков. Ну, пусть строительный сектор выкупает, сносит и строит, но не за счет лесного фонда. Их удешевляют. Не за счет лесного фонда, коллеги. В Краснодарском крае больше миллиона двухсот тысяч гектаров леса. Межведомственная группа обследовала буквально каждый уголок кубанских зеленых зон. С появлением комплексного механизма увеличилась скорость работы. А значит, есть надежда, что дворцы среди леса уже скоро навсегда уйдут в прошлое. Ольга, 10-го, телекомпания, ФКТ.